на нашем вебинаре «Юбилейный экспресс». Подскажите, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня слышно, видны ли вам слайды и видно ли вам видео. Добрый день, Павел. Добрый день. Спасибо большое. Я вижу, что хорошо слышно, связь у нас есть. Связь у нас с вами есть всегда. Это очень радует. Спасибо большое. Я рада приветствовать вас на вебинаре «Юбилейный экспресс», на котором мы подведем итоги 14-го каталога. 14-й каталог для нас был действительно грандиозным, был очень-очень классным, очень крутым. У нас есть очень много достижений, много поздравлений. Итак, давайте начнем. Мы рады приветствовать вас как шведский эксперт по красоте, как образу жизни. Вы, наверное, уже на каждом вебинаре, в каждом нашем сообщении видите эту фразу, этот слоган, эту концепцию, эту всеобщую идею всей компании «Рефлейм». Мы предлагаем не только уход за собой, или не только красивый образ жизни. У нас есть целостный подход к красоту, к образу жизни. Присоединяясь к компании «Рефлейм», вы можете выглядеть красиво изнутри и снаружи. Вы можете создавать свой независимый бизнес, или просто развиваться, учиться, находиться в кругу лучших лидеров, лучших команд и брать от них все самое лучшее. И также мы рады присоединять все больше и больше количества людей к нашему сообществу. Сообществу успешных, красивых, даже знаменитых, богатых. Мы уже можем даже говорить об этом. Встречаясь с разными представителями, лидерами на разных конференциях, мы уже знаем, что некоторые из них стали знаменитостями, а о многих из них уже говорят в разных-разных кругах. Итак, каталог номер 14. Грандиозный каталог. У нас есть очень-очень высокое достижение, очень высокое звание. И я бы хотела, чтобы сейчас вы все приготовили свои ладоши, приготовили свои плюсики, десяточки, пятерочки, все что угодно, чтобы поздравить нашу Екатерину Андрееву со званием «Сапфировый директор». Я тут просто громко-громко аплодирую. Сейчас я даже попробую включить фанфары, чтобы было все слышно, чтобы было очень-очень красиво. Я поздравляю, мы все вместе поздравляем Екатерину Андрееву с этим высоким званием. Я, конечно же, поздравляю команду Екатерины Андреевой. Напишите плюсики, ура, супер-супер. Те, кто сейчас присутствуют из команды Екатерины Андреевой, это поздравление также для вас. Екатерина, мы очень гордимся вашим достижением, мы гордимся тем, что такой лидер есть в нашей компании. Уверенный, сильный, харизматичный, красивая, милая девушка, которая добивается таких отличных, высоких результатов. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, за то, что вы с вашей командой делаете такие невероятные результаты. Но это еще не все. У нас с вами рекордное количество новых старших менеджеров в каталоге номер 14. Я бы хотела сейчас всех их перечислить. Я хочу, чтобы каждый из них получил свое маленькое-маленькое призвание. Хоть здесь написаны вы мелким шрифтом, но ваша заслуга очень большая, очень великая. Итак, Ольга Лаквудс из города Бреста, Анастасия Смилова, город Фанеполь, Олег Макарский, город Могилев, Валентина Хозяева, город Дривен, Александр Игнатенко, город Могилев, Валентина Тарасова, город Брест, Сергей Малахов, город Минск, Анастасия Коллеж, город Гродно, Татьяна Сосновская, Ростислав Круковский, город Речица, Ирина Шавель, город Минск. Сейчас я тоже включу фанфары, чтобы все-все-все получили долю признания. И далее продолжаем. Это еще не весь список. Анастасия Лукьяненко, город Гомель, Ирина Сивчик, агрогородок Лошница, Вячеслав Кондратенко, город Речица, Екатерина Свароб, город Гомель, Юлия Шульга, город Гродно, Ольга Преображенская, город Гомель, Андрей Игнатик, город Минск, Александр Михаленья, город Минск, Кристина Исаечкина, город Гомель, Светлана Брелевская, город Минск, Владимир Хозяев, город Дривен. Очень приятно видеть ваши поздравления в нашем чате. Очень приятно, что вы горды и радуетесь достижениями ваших коллег, ключевых партнеров. Я уверена, что здесь сейчас присутствуют и ваши команды, и ваши лидеры, и ваши спонсоры, которые гордятся вашими достижениями. Поздравляем. Спасибо вам большое за вашу работу, за вашу активную позицию. И несмотря ни на что, несмотря на плохую погоду, на осень, на какие-то, возможно, препятствия, вы достигаете этих результатов и вступаете в команду лидеров. Делайте шаг, первый шаг на пути к высоким званиям и высоким достижениям. Спасибо вам большое. Поздравляем еще раз. И это еще не все. Мы хотим сообщить вам еще одни невероятные новости. А у нас с вами в каталоге номер 14 невероятное множество открытых квалификаций. Мы рады приветствовать в нашей команде новых 43 старших менеджера. Все эти 43 менеджера, я надеюсь, я просто уверена, станут участниками банкета, юбилейного банкета, который состоится летом, банкета директоров. Вы знаете, что квалификация уже идет, и мы ждем вас, как участников этого банкета. 20 старших директоров открыто в этом каталоге. Каталоге номер 14. 16 золотых директоров. 2 звания старшие золотые директора. И 3 сапфировых директора. Мы желаем вам успехов, удачи на вашем пути. Всевозможную помощь окажет вам вся компания, и астмы в частности, обязательно обращайтесь в любое время, рабочие, может, если что-то срочное, может быть, даже немножечко нерабочие. Но мы очень гордимся вами, мы готовы вам помочь в достижении ваших целей и закрытии новых званий. Спасибо вам большое еще раз. Поздравления наши. Итак, давайте сейчас поговорим о результатах работы региона в каталоге номер 14. Мы бы хотели, чтобы у вас была информация о том, как работает республика в целом. Потому что, находясь в своем городе, в своем регионе, некоторые из вас ездят по городам, соседним регионам, кто-то, возможно, работает в своем родном, любимом месте. Но я думаю, что информация о том, как работает вся республика, для вас очень важна. Мы с вами увидим, каким образом достигают своих результатов регионы. Кто-то впереди, кто-то немножечко догоняет. И это даст вам стимул к новым вашим результатам, к новым вашим свершениям. Итак, наши две фокусные категории на Вэйдж и Вэллэс. Многие из вас уже убедились, что расти с этими категориями очень выгодно, очень быстро. Высокоэффективные продукты, которые дают гарантированный результат, приглашая на них, вы точно можете быть уверены в том, что результат, о котором вы говорите, он будет достигнут, и вы получите лояльных клиентов, а в будущем и бизнес-партнеров. И я бы хотела сейчас сказать о категории Вэллэс, о том, что во всех странах СНГ, СНГ, Беларусь занимает лидирующие позиции по доле продаж Вэллэс в объеме продаж продукции компании Reflame. Мы с вами видим такой график, немножечко сложный, запутанный, но здесь можно наблюдать, что категория Вэллэс растет с каждым каталогом, что доля продаж вырастает, мы и мы занимаем высокие позиции в доле продаж этой продукции. И сейчас я бы хотела поприветствовать на нашей импровизированной сцене Елину Антоновичу, золотого директора из города Березино, в работе которой Вэллэс занимает первое, главное место. Она успешно продвигает эту категорию. Прекрасная женщина, стройная, красивая, успешная бизнес-леди, мама четырех детей. И я приглашаю на эту сцену. Елена, пожалуйста, подключайтесь. Добрый день всем. Попрошу вас поставить десятки, если меня хорошо слышно, видно и все в порядке. Ну, сейчас кого-то 9, ну, значит, чуть-чуть отрегулируйте у себя что-то. Здесь у основной идут десятки, да? А так, если говорить лучше слышно? Так, ну, буду стараться говорить громче, потому что есть разносторонние, вижу десяточки и чуть громче. Да, буду стараться громче говорить. Ну, добрый день всем еще раз. И сегодня я хочу с вами поделиться такой информацией, и вообще, как у меня получилось так вот достичь такого результата. И как вообще происходило вот эти вот три дня экспертных семинаров в Игилете. Хочу поделиться с вами теми впечатлениями, теми эмоциями, что у нас там было, что происходило и какую информацию ценную мы получали. Все, конечно, я рассказать вам не смогу, но постараюсь донести самое ценное, чем вы сможете воспользоваться в своей работе. Чего же все началось? Началось все с того, что, ну, вообще, у меня семья большая, вы уже слышали, что у меня четверо деток, всех нас 6 человек, я, муж и четверо детей. И все мы всегда употребляли продукцию wellness. Но когда пришла к нам вот эта программа Life Plus на территорию Республики Беларусь нашей, значит, я задалась с целью, и глядя на своего высостоящего спонсора Кургутлова Татьяну, заняться именно своим имидом, то есть похудеть, оздоровиться, покрасиветь, то есть полностью занялась своим имидом. В конце прошлого года я прошла сертификацию на эту программу Life Plus, и с февраля месяца начала усиленно вот именно заниматься этим вопросом. В результате за 4 месяца я рассталась с 20 кг жировой массы, то есть похудела, постройнела, стала красивой, и в результате еще рассталась с некоторыми заболеваниями, например, такое, как давление. До этого я 3 года пила полностью каждый день таблетки от давления. После того, когда начал уходить мой вес, я вообще забыла, что это такое, и такая проблема меня больше уже не волнует. Ее у меня нет, просто-напросто. Что же произошло в результате Дальска? Худела я, знаете, это был февраль, март, апрель, май месяц. То есть самый основной месяц это февраль, март, апрель, когда мы еще ходили в пальто, в куртках, то есть, ну, в такой одежде. Когда пришла весна, все стало тепло и красиво, я сняла пальто, и здесь город увидел, вау, какая я была и какая я стала. Естественно, это была реакция, ну, необыкновенная, я вам так скажу, в нашем городе. Помимо этого, что хочется еще отметить? Я уже говорила, что у меня вся семья употребляет продукцию wellness. Нас шесть человек в семье, и на данный момент это шесть историй о продукции, о употреблении продукции wellness, о результатах, которые есть у нас, в нашей семье. Да, худела я не одна, допустим, худела, похудел мой старший сын, похудела одна дочь, но есть и те, члены семьи, кому худеть не нужно. Это старшая дочь и младший сын. И вниз, благодаря вот именно воздействию продукции wellness на организм с целью оздоровления, тоже есть свои истории. И самая степетильная история – это младший ребенок, который родился раньше времени. Благодаря продукции wellness у нас сейчас очень-очень хорошие результаты. Да, все это идет в комплексе, с образом жизни, лекарства, но и wellness имеет очень большое значение. На сегодняшний день, употребляя омегу, коктейли и детские витамины, мой ребенок пошел в первый класс, нам шесть лет, и он находится в развивающейся подгруппе. То есть класс делят на две подгруппы, поддерживающие, кто просто поддерживает уровень знаний. И детские, которые были умные, развивающиеся, он находится в развивающейся подгруппе в своем классе. То есть, что я хочу до вас донести. Если мы предлагаем продукцию wellness, если мы людям об этом рассказываем, значит обязательно мы должны употреблять этот продукт сами, должна употреблять этот продукт наша семья, потому что люди смотрят за нами, люди наблюдают за нами. И какие мы результаты получаем, они тоже смотрят за всем этим. Если мы будем это делать, естественно, люди будут лучше идти за нами, лучше будут слышать и прикусываться к нам. Второй момент – это менеджерский состав в моей структуре. Ну, естественно, начала худеть я, вместе со мной начали худеть мои менеджеры, те, кто развиваются в моей структуре, работают. А те, кому не надо худеть, начали просто употреблять программу Life Plus и показывать другие результаты оздоровления, что происходит с ними. На данном слайде вы можете видеть часть людей, которые худели вместе со мной, и каких результатов они тоже достигли. То есть, те, кто приходили к нам на офис, они видели, что люди худеют, стройнеют, становятся красивыми, и мы для них как-то талон красоты. Занимаемся все своим ниджам, своим внешним видом, своим здоровьем, ну, естественно, в своей структуре. Дальше, когда уже похудели, я похудела, менеджеры вместе со мной, естественно, пошли к нам люди. Есть люди, которые сразу пришли, это наши знакомые, это наш близкий, теплый друг, который возле нас, которые нам поверили и увидели результаты. Когда эти люди, в свою очередь, начали худеть, стройнесть, за ними пошли их знакомые. То есть, произошел такой поток людей. Сразу похудели мы, наши знакомые, потом на всех знакомых пошли другие знакомые. Мы даже теперь сталкиваемся с такими моментами, когда люди сами звонят нам и говорят, что у вас произошло такое, что вы сделали, я хочу к вам, я хочу тоже похудеть, я хочу здоровиться. Просто даже есть и такие моменты. В результате, одна поездка в аптеку мы ездим иногда один раз в неделю, иногда два раза в неделю. Одна поездка в аптеку выливается вот в такие вот покупки, которые вы можете видеть на данном слайде. То есть, если мы приходим в аптеку, люди уже, эти фармацевты, видят и знают, что они будут очень долго отпускать нам продукцию. Они понимают, что они где-то на час-полтора уже будут заняты. И все это совместно, конечно, в совместной работе помогло именно нам достичь вот такого вот результата нашей команде и занять первое место по приросту продаж продукции Wellness. И в результате я поехала на несколько дней в Средцию, вот именно на вот это повышение квалификации, как я называю, обустения и билетку. Были мы в двух городах, в Лунде и в Мальме. Вы знаете, что я хочу сказать. Большое спасибо вообще компании Reflame за то, что организовываются вот такие вот поездки, обучающие семинары. И ради этого стоит работать, стоит стараться приращивать объемы продаж, развивать уровни ради того, чтобы попасть вот на такие обучающие семинары. Это потрясающий был семинар. Я представляю, сколько компания потратила денег на одного человека, который был там, на этом обучении. Потому что прилетели мы вообще в Копенгаген, это Дания. Потом по такому замечательному мосту, который над морем, и потом под землей идет, мы переезжали в Лунде на поезде. И проживали несколько дней в Лунде в очень цикарном отеле, который находится в старинном здании. Познакомились с этим городом, познакомились с Средцией. Вы знаете, каждый день мы ужинали в разных ресторанах. Каждый день мы ходили в разные рестораны и ужинали. Что еще хочется сказать? Познакомились с бытом, познакомились вообще с стилем жизни. И помимо этого, проходили еще вот именно в самой идиллиосе вот это обучение. Общались с теми людьми, которые работали над созданием нашей продукции. Познакомились с поваром. И сейчас дальше я, Мэтта, я дальше вам на слайдах покажу это. Я просто полна впечатлений, воспоминаний и эмоций. Вот это на одних слайдах вы можете видеть отель, в котором мы проживали. Что еще хотелось мне на этом слайде показать? По поводу именно быта и жизни Среда. У них дороги вымаскины вот такими вот камнями. У них, где пешеходы ходят, нигде нет асфальта. Вообще асфальтового покрытия там нет. Только в Мальмио были проездные части, где машины ездят. Вот там покрыт асфальт. Все остальное вымаскино вот такими вот дорожками. То есть люди здоровья, заботятся о здоровье, о экологии. Действительно это видят. Потому что асфальт, ну он дает испарения вредные. Это я вам говорю, это как быстрый эколог по своей специальности. В Лунге, где мы были, да, за проездные части все вымаскино полностью вот такими вот камнями. Да, на каблуках там не походят. Но тем не менее, это здоровье, это здоровый образ жизни. Также вот можете видеть на одном слайде, фотографировалась возле очень-очень старой церкви. Но мы успевали еще с утра и походить на экскурсии, посмотреть город. Вот мы теперь перейдем к самому именно Игилюшу. Что же там было? Мы жили в Лунге. Каждое утро ходили в автобус, нас привозили в Игилюшу. Потому что она на некотором расстоянии от Лунга находится. Прежде всего, чем мне хочется с вами поделиться? Чтобы вы поняли, что люди, которые изобрели наш коктейль, это люди мирового уровня, мирового взрослого. Потому что нас там познакомили с теми изобретениями, которые были там именно изобретены, если можно так сказать. Вот с теми изобретениями, которые родились именно там, в Игилюши. И первое, это был вот этот вот прибор Лукас. Что это такое? Сейчас пару минут буквально вам расскажу, чтобы вы понимали. Человек, когда умирает, в течение 5-6 минут сердце наполняется кровью и раздувается коктарик. И человека вернуть к жизни уже невозможно. Поэтому в Игилюши работали над изобретением такого прибора, который бы делал искусственный массаж сердца и занимался именно оттоком крови из сердца. Чтобы человека можно было спасти. И изобрели вот этот вот прибор Лукас. Который потом был продан в Америку. И там поставили именно на производство и стали использовать в скорых помощях во всем мире. Используется этот прибор. У нас, правда, в Беларуси, наверное, не знаю, есть ли в Минске такие скорые помощи. В региональных городах точно нет. Такой прибор не используется. Потому что, видимо, мы еще не дошли до такого уровня жизни. Но во всей Европе, в Америке этот прибор используется. И я слышала об этом приборе раньше от дочери. Потому что у нее образование связано с медициной. Но когда я узнала, что этот прибор развился в Беларуси, для меня это было, ну, не знаю, чем. Очень большое значение для меня это имело. Потому что я поняла, что эти люди работают не только над продукцией Веллнес. Они работают над проблемами мирового масштаба, над спасением людей, над тем, чтобы люди были здоровыми и больше были. Еще на этом слайде вы можете видеть одного из сценарей Сипсена, который нам рассказывал об этом все. Дальше еще нас познакомили еще с одним изобретением, которое родилось в Белёске. Это контейнер для хранения внутренних органов. То есть вы знаете, что Сипсен, он занимается, он кардиохирург и занимается еще трансплантацией именно внутренних органов. Так вот, у них была цель создать такой контейнер, в котором бы можно было как можно дольше хранить внутренние органы при пересадке. И этот контейнер родился именно там, тоже в Белёске, в котором можно хранить внутренние органы более 24 часов. До этого не было такого контейнера, и хранить внутренние органы раньше в тех условиях можно было только несколько часов, а это создавало большие сложности. И следующим таким вот большим крупным изобретением, над которым работал именно Сипсен, это наш коктейль Natural Balance. Потому что его цель была не только спасти людей, но и изобрести то, чем могли бы эти люди питаться и восстанавливаться после того, когда сделали операцию, спасли человека. Каким-то образом можно было чем его кормить, чтобы именно он восстанавливался и был здоровым. Поэтому следующим изобречением это был наш коктейль. Вот здесь на этом слайде вы можете увидеть, да, у нас была возможность фотографироваться со Сипсеном. На слайде это наша команда белорусская, это те, кто поехали именно по программе Life Plus, выезжали, туда выделился. И также еще на слайде вы можете увидеть стенд именно с теми людьми и профессорами, которые работали там, именно выделился, сотрудники с Сипсеном компании Airflame. С нами непосредственно еще работали, это Оте Лигмелл, это специалист по астоксантину. Он много нам рассказывал о том, как вообще производится астоксантин, про сами капсулы, про нас. Очень много давали информации. И работала с нами еще Элизабет Нордстрем. Эта женщина, она нутрициолог. Она дала нам много ценной информации по питанию именно. И тем я хочу еще немножко с вами поделиться, именно касаемое питание. Она нам рассказывала вообще очень интересно принцип большой тарелки. Что это такое? Это то, что нужно кушать много овощей, нужно кушать много растительной пищи и небольшое количество кассы и мяса. Это же вы можете видеть в наших каталогах, которые идут по велнесу, каталоге нашей, и в руководствах именно по продукции и по прокачке. Там вы можете видеть именно в тех рецептах, в тех тарелках, которые изображены, вот это принцип большой тарелки. То есть, как можно больше кушать овощей, и меньше мяса, и кассы. И тогда мы будем себя совсем по-другому чувствовать. Здесь, на данном слайде, она нам рассказывала, как входят такие аминокислоты в наш коктейль Нейтеру Баланс. И чем наш коктейль отличается от коктейлей других компаний принципиально. Так вот, здесь 9 аминокислот, которые незаменимы. Есть заменимые аминокислоты, есть незаменимые. Белки состоят из этих аминокислот. Так вот, наш коктейль, вот она нарисовала разными кружочками, разными формами, это 9 незаменимых аминокислот. И все составляющие, которые входят в наш коктейль. Это сыворотка у нас входит. Также входит у нас протеин зеленого горошка. Потом у нас входит еще яичный протеин. Протеин сои и протеин картофельный. Это входит в суп. Она рассматривала непосредственно на растительных протеинах. Пример приводила. Так вот, в наш коктейль входит сыворотка, протеин сыворотки, молочный протеин. И вот это первая колонка, где стоят все птички. Вот этот протеин содержит все незаменимые аминокислоты в нашем коктейле. Дальше идет соя. Она брала растительные, рассматривала. Вы видите, где птички, эти незаменимые аминокислоты есть. Где минусы, этих незаменимых аминокислот нет в этом коктейле. Протеине. Да, это протеин зеленого горошка и протеин картофельный. То есть тоже видите, что нет полного комплекта, полного набора именно незаменимых аминокислот. Так вот, наш коктейль является ценным, почему в нем все незаменимые аминокислоты коктейле. Благодаря тому, что именно разные протеины, то есть в одном есть один, во втором нет, но они из-за того, что с разных протеинов составляется, получается, все незаменимые аминокислоты присутствуют в нашем коктейле. А в протеине сыворотки вообще все есть незаменимые коктейли. Ой, незаменимые аминокислоты. Вот. Когда рассматривала, мы просили ее именно в сравнении привести примеры других компаний коктейлей. Она сказала, допустим, тот же, вот там непосредственно спрашивали про гербалайф. В гербалайфе используется протеинсои. Протеинсои не содержит всех незаменимых аминокислот. То есть уже, видите, есть пробел. То же самое и касаемо других компаний. И также еще у нас коктейль очень ценен по подклассителю нашему. На основании нашего подклассителя могут принимать нас коктейль диабетики. А в других компаниях коктейлей, это есть там подклассители, другие, которые недопустимы диабетикам. Вот это основное, что самое такое ценное преимущество, что я взяла отсюда. Информации очень много. И за то время, которое, ну, Деделина все не расскажет. Но хочется именно поделиться основными моментами, чтобы вы поняли, что над нашей продукцией работали действительно великие люди, великие ученые с мировым внесением. А еще такая информация, что некоторые специалисты, именно врачи, которые работают и сотрудничают с компанией Арифлей, являются непосредственно личными врачами королевской семьи. Вы знаете, когда я об этом узнала, то я поняла, что это действительно лучшие специалисты средств, которые там есть. Потому что я так понимаю, королева будет обращаться к лучшим врачам, к лучшим специалистам, которые есть в средствах. Вот это принцип еще на этом слайде, принцип большой вот этой тарелки, то, что я говорила. Это я сфотографировала один обед, который вот нам давали там в Игилесе, который именно готовил сэф-повар Мэтт Пол. Многие, я думаю, вы знаете, что он был очень-очень полный. И после того, когда он познакомился с офисцеменом и стал употреблять вот этот коктейль, именно здоровый образ жизни, стал именно жить здоровым образом жизни, он похудел, постранел и стал работать именно с сэф-поваром в Игилесе. Так вот это обед, который он приготовил. И вы можете видеть, что здесь очень много овощей и небольшое количество там чего-то рыбы, либо мясного, что используется для блюда. Еще мне хочется поделиться одной фразой, которую сказал сам Си-Стен. Он, знаете, что сказал? Он сказал, что 40% людей онкологически больных после операции смогли бы жить, если бы они правильно считались после операции. Вы знаете, и я эту цифру хорошо запомнила, она у меня осела прямо вот так в голове. Почему? Потому что это большое количество людей. Не знаю, как вокруг вас, но вокруг меня у нас теперь в городе вообще какая-то поклассница, очень опять много людей, знакомых моих, больные онкологией, и кто-то умирает, кто-то едет на операции. Непонятно, что происходит из-за нашей экологии, возможно. И когда понимая, что 40% этих людей могло бы жить, то это большая цифра, это весомая цифра, благодаря правильному образу жизни и правильному питанию. Поэтому, что мне хочется сказать, как можно больше доносить информацию до людей, до консультантов, до ваших знакомых, чтобы действительно как можно больше мы могли сделать пользу нашему оптику, как можно больше людей, чтобы были здоровыми и вели именно здоровый образ жизни. Вот здесь еще хочется отметить, была у нас такая экспертная серия «Вопросы и ответы». То есть, когда ли все сидели, у нас была возможность задать по одному вопросу. Что мне хочется здесь еще отразить, чтобы вы взяли это для себя? Один из наиболее часто задаваемых вопросов, нужно ли делать серии «Рыви» в приеме витаминов и минералов, в приеме wellness пэков, в приеме детских витаминов. Систен ответил, что наши витамины и наш пэк – это профилактическая дозировка, это не лечебная. Поэтому никаких перерывов делать не нужно, просто необходимо употреблять их постоянно, потому что там профилактическая дозировка. И что, говорит, значит делать перерывы? Это то же самое, что вы делаете перерывы в приеме пищи рыбы, в приеме пищи каких-то других продуктов. Вы же не делаете перерывы, вы это кушаете постоянно. Поэтому и наши витаминные минералы, нашу омегу, наши продукты нужно кушать постоянно, потому что они просто созданы для поддержания необходимого количества всего, что нужно для нашего организма. Ну, в заключении, что хочется сказать. Наш продукт, продукт компании Reflame – это замечательный продукт. И с этим продуктом можно жить полной жизнью, именно быть здоровыми, красивыми и строить тому же бизнес. Поэтому, что мне хочется вам пожелать? Здоровья, всего самого хорошего, как можно больше рассказывайте, давайте людям информацию о наших продуктах. Используйте, если чего-то не знаете, руководство по продукции. Потому что, да, вот в этой визу части даже написали, что в новом руководстве по Wellness именно отражено то, что есть личный гинеколог королевской семьи. И она не только королевской семьи, а еще светской лыжной сборной является личным гинекологом эта женщина. Поэтому просто используйте эту информацию и как можно больше доносите ее до людей. Спасибо большое за проведенное время со мной. Елена, спасибо вам большое за выступление. Спасибо большое, что поделились с нами вашими эмоциями от поездки в Эгелесу. Действительно, это была удивительная поездка. Я знаю об этом с отзывов от наших лидеров, которые там побывали, от нашего специалиста по продуктовой коммуникации, которая рассказала, что ее сознание просто перевернулось после посещения Эгелесу. И это еще раз подтверждает то, что любовь к продукту, любовь к продвижению, к желаниям как-то изменить свою жизнь и жизнь других людей дает вам не только устойчивое построение бизнеса, но и дает возможность путешествовать, дает возможность выигрывать вот такие невероятные конкурсы и пользоваться всеми-всеми предложениями компании Reflame. Елена, спасибо вам большое. Если вы вдруг не отключили еще камеру, то отключите. Ну, я вижу, что меня, наверное, хорошо видно и слышно. Подскажите, пожалуйста, напишите в чатах, какое видео вы видите, видно ли еще Елену или только меня. Елена, я прошу вас камеру отключить. Спасибо большое, да, спасибо большое, уважаемые лидеры. Да, спасибо, Елена, спасибо еще раз. Давайте продолжим с вами и поговорим о результатах работы региона в каталоге номер 14. Я рада представить вам результаты. И вы сейчас можете видеть на этих слайдах, будет несколько слайдов по разным бизнес-показателям. И, пожалуйста, вот сравните данные показатели. Например, активность по областям. Активность очень выросла в процентном соотношении с начала года. И вы можете наблюдать средний процент активности по стране. Он на уровне 67%. И я рада поздравить Могилевскую, Витебскую, Брестскую область и город Минск с немного завышенным показателем, выше среднего по всем областям. Эти области у нас самые активные. И всем остальным есть к чему стремиться, есть над чем поработать. Когда вы работаете со своими акциями, с акциями лояльности, с различными предложениями, пожалуйста, прозванивайте, обзвоните всех, сообщайте всем о различных возможностях компании Reflame, о возможности участвовать в акциях и приобретать продукцию по более выгодной цене. Например, если мы участвуем в акции «Шведский спа-салон», которая сейчас у нас еще продолжается в каталоге номер 15. Средний заказ по областям также очень вырос значительно с начала года. И у нас есть, опять же, три лидирующие области, которые превысили свой показатель относительно среднего. Могилевская область, Минск-город и Гродненская область. Аплодисменты для этих областей, для тех областей, которые у нас находятся в топе рейтинга. И спасибо вам большое за вашу работу и спасибо за продвижение, я так думаю, что, скорее всего, высокобаловых продуктов, поскольку именно эта категория дает вам хорошие большие заказы и высокую лояльность ваших клиентов. Спасибо. Очень приятно видеть поздравления в чате, очень приятно видеть, что вы радуетесь за свою область и поддерживаете все остальные. Очень важный показатель для нашего бизнеса, очень важный показатель для развития – это спонсирование в ваших структурах, в ваших командах. Мы говорим постоянно о том, чтобы не только лидер приглашал новичков, он, несомненно, должен быть примером, ролевой моделью для всей команды. Но также вся команда, все-все-все члены команды вашей, приглашая людей, растут по леснице успеха, получают всевозможные бонусы и стремятся достичь своего результата быстрее и быстрее. Итак, мы ранее показывали вам, насколько важен этот элемент спонсирования, насколько он влияет на ваш доход. И сейчас я рада поздравить, опять же, трех топовых, три топовые области – Гомельскую, Гродинскую и город Минск. Видите, как у нас по стране разные показатели очень разнятся по регионам. Некоторые регионы сильны в своей области, некоторые, я имею в виду, что в разных показателях, а некоторые сильны в каких-то других показателях. И я думаю, что всем нам есть у кого поучиться разным вещам. Средний показатель 7% по стране. И Гомельская область просто невероятно выскочила вверх по этому показателю. И видно, что там все-все команды, все заряжены на приглашение, все-все дружно зовут и предлагают присоединиться к Reflame больше и больше. Мои поздравления. В общем, я смотрю, что нет звука. Слышно ли меня? Подскажите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Итак, мы переходим к реактивированию. Есть у нас консультанты, которые засыпают, которые, возможно, для себя еще не нашли что-то подходящее, что-то интересное, очень нужное и важное. Но вы сами в своих командах можете придумать какие-то интересные акции реактивации. Или воспользоваться, несомненно, предложением компании. Мы вам постоянно в этом помогаем, рассылаем смс-сообщения и пытаемся все вместе разбудить больше и больше спящих консультантов. Итак, у нас есть несомненный лидер в этом рейтинге, город Минск. Наши аплодисменты городу Минску, который в каталоге номер 14 разбудили 1660 спящих консультантов. И второе место Брестская область, и третье место Гомельская область. Потом анализируем высланные вам эти материалы. Вы сможете увидеть, что некоторые области у нас постоянно находятся в топах. Вы сможете, может быть, связаться с командами, с лидерами и обменяться с ними опытом. И тем самым наш вебинар Юбилен Экспресс, он также призван для того, чтобы дать вам информацию о лучших, о лучших лидерах, о лучших областях. Дальше переходим к одному из важнейших, самых значимых, самых главных показателей развития нашего бизнеса. Вашего бизнеса, вашего успеха, вашего дохода. Это рекрутирование по областям. Опять у нас лидирует город Минск по количеству рекрутов. Здесь вы можете увидеть, какое количество рекрутов пригласили лидеры и команды по областям в каталоге номер 14. Первое место город Минск. Второе место Гомельская область. Вы, наверное, уже почувствовали, что как-то Гомельская область я называю чаще и чаще. Гомельская область лидирует у нас по многим показателям в рейтинге. И на третьем месте у нас Брестская область. Посмотрите, пожалуйста, эти данные и проанализируйте их. И также у нас есть такой показатель, как рекрутирование по областям. И вы можете сравнить относительно среднего процента по стране, средний процент 14 и 3 области.